В конце VII века родители святого Иоанна Дамаскина, будучи благочестивыми и сердобольными, приняли к себе на воспитание одного сирату из Иерусалима по имени Косма. Не ставили они разницы в воспитании между родным сыном и приемным, и обоим дали свою любовь и прекрасное образование. Возгоревшись в вере христианской, Косма, повзрослев, поступил в одно из палестинских обителей, в кое принял постриг и свершил многие подвиги во славу Господа. Когда же страну захлестнули иконоборческие гонения, Косма объединился с братом своим Иоанном Дамаскиным, и вместе они встали на защиту православия и святых икон. Много сочинений против иконоборцев было ими написано в то время, равно как и замечательное исследование о поклонении иконам для укрепления верующих. Также Космонослава потрудился в украшении церковных богослужений прекрасными вдохновенными тропарями и канонами, коими из лучших считаются о воскресении Лазаря и о вольных страданиях Христовых. Впоследствии святой Косма был поставлен епископом Маиумским, и в сане этом он трудился с той же самоотдачей, ревностью о Господе и любовью к ближним, кои качества были присущи этому святому во всех его делах на протяжении жизни. Представился он уже в глубокой старости, в мире и покое. 25 октября. День памяти преподобного Космы, епископа Маиумского, Творца Канонов. Продолжение следует...